Всем привет! Это Gameplan, выпуск 112, и первая игра называется Unified. Она посвящена боевым искусствам, и вы играете за такое вот существо непонятного происхождения и деретесь против различных животных. Давайте выберем турнир, там есть варианты тренировки, обучения, также свободного боя, удобно. Я вот зашел в обучение, мне быстро все объяснили, что тут можно делать. Сейчас я вам попробую объяснить наглядно, на примере, что вы можете какие-то всякие приемы боевых искусств применять против ваших соперников. Во-первых, давайте об управлении расскажу. График вы видите, график очень красивый. Так, управление у нас, вы можете снизу справа нажимать, вот на клику сейчас клавиши, это блокировки, обороны. И, кстати, что мне нравится, здесь оборона таким образом построена, то что если по вам противник бьет, у вас в любом случае немножко отнимается жизнь, потому что, да, это сделано правильно, а то вот раньше были такие игры, где-то вы поставили блокировку, и все, вот ваш соперник пытается вас прибить, и у него ничего не получается, просто происходит тупое сжигание времени. Ладно, хватит про блокировку. Снизу слева у нас есть управление, где вы можете двигаться вперед-назад, также вот отдаляясь от нас и приближаясь к нам, так вот по кругу двигаясь, также есть две клавиши атаки. Вот снизу клавиши атаки это атака ногой, сверху клавиши атака рукой, точнее лапами, здесь они у обоих, у существа они лапы, они руки и ноги, но я просто вам объяснил, чтобы вы поняли. Так, есть комбо, комбо какие есть, вот смотрите, давайте я вам ее покажу, например, вот мне сейчас прибили, пока я вам объяснял управление, давайте еще раз попробуем, и проведем реванш. Комбо, допустим, такое есть, вперед, атака вперед, ой, атака вперед, атака, вот, да, видели, как он вперед головой своей полетел и провел отличную комбинацию, при этом очень много жизни сразу отнялось у нашего соперника. Вот мы прямо его уничтожаем вниз, если нажимаем и бьем ногой, делаем крутую подсечку против нашего кунг-фу панда, это достаточно эффективно и красиво выглядит. Поэтому вот мы его быстро победили и отомстили нам за первый раунд, прошли миссию, а вы скачиваете ее и проходите дальше. А следующая игра – это «Морской бой». Эта игра не имеет особого, так, большого количества различных режимов игры, но мы выберем быструю игру и попробуем вам показать ее. Все же очень интересная реализация, мне кажется, если дальше разработчики будут развивать эту игру, она будет достаточно приятная и интересная. Что вначале мы должны сделать? Мы должны расставить наши корабли именно в тех местах, куда вы хотите их поставить. Вот вы можете менять их положение, вот сверху-влево все нажимаете, изменить место положения и можете оставлять их на тех клетках, где вы хотите, и нажимаете «Плейс» – место, и у вас сохраняется это местоположение. Помимо этого вот вы можете… А, у вас есть три вида кораблей, это двухпалубник, четырехпалубник и пятипалубник. Кстати, на пятипалубнике есть самолеты, это авианосец, очень красиво, точнее, не самолеты, а истребители. Вот сейчас ваш соперник расставил тоже все свои корабли, и мы начинаем атаковать. Атака происходит как? Мы кликаем в ту клетку, которую мы хотим атаковать, она загорается красным квадратиком, и нажимаем в связи справа на кнопку атаки. Нажимаем, и очень красиво происходит атака. Вот вы видите, с авианосца взлетает истребитель, летит в сторону моря, где находится наш соперник, и направляет снаряд именно в то место, куда мы показали. Вот нам показали то, что вы промахнулись, к сожалению, но ничего страшного. Игра – это бесплатная версия, которую мы вам показываем, здесь есть рекламка, ничего страшного, выключить интернет рекламки не будет. И есть еще платная версия, в платной версии есть режим мультиплеера. Так что, если вы хотите поиграть против реальных соперников, против своих друзей, скачивайте платную версию. Но, в принципе, мне кажется, пока игра сырая, достаточно просто скачать ее, посмотреть и сыграть в бесплатную версию против компьютера. Тоже достаточно интересно и красиво. А следующая игра – это Танк Про, которая является аналогом танчиков на Денде. И здесь вы должны, в принципе, также уничтожать своих соперников, которые встают у вас на пути. Но здесь вы должны лететь и… Ой, точнее, лететь, что я говорю. Вы должны ехать и добраться до определенного места, до пункта назначения. Если вы доберете до той точки, которая показана у вас на карте, то вы пройдете миссию и перейдете на следующую территорию. И там будете воевать против других, более сложных уже соперников, более крутых танков, и их количество увеличится. Вот такая вот игра. В принципе, по мне, интересная. Я вот в нее начал играть, и достаточно надолго я засел в нее. На минут 20 для меня это долго, поверьте. И последняя игра, которую я вам хотелось бы показать на сегодня. Очень интересная. Я в нее играл. Она не такая уж и новая, но я вам все равно ее решил показать, потому что она заслуживает попадание в наш обзор. Это 100%. Это аналог X-Конструктора. X-Конструктор – это игра, которая была выполнена в 2D-варианте. И там вы должны были строить для поездов мост. Ну, а здесь вы должны строить мост для тяжелогрузов и легковых автомобилей, короче. Для грузовых и легковых автомобилей. Что мы можем делать? Вот у нас есть меню, которое появляется, если мы будем выдвигать, проводить пальцем от края к центру. И у нас есть клавиши, где мы можем выбросить наши материалы в воду, чтобы они нам не мешались, и заново можем строить. Справа у нас есть выбор тех материалов, с помощью которых мы можем построить мост. Из которых будет построен мост – это доски, бетонные конструкции, также тросы, элементы натяжения. У нас есть бюджет 19 тысяч, как вы видите, сверху надо в этой эмиссии, в которые мы должны уложиться, чтобы мы построили мост. Был он не такой и дорогой, но был прочный, то есть эффективный. Так, что у нас еще есть? Мы можем выйти в главное меню, как я сейчас сделал, нечаянно нажав кнопочку назад. Сейчас еще разогрузится. Мы можем увеличивать и уменьшать масштаб нашей карты, всячески его перемещать, достаточно красиво. Также мы можем проверить нашу конструкцию. Давайте построим какую-то конструкцию и проверим, сможет ли она выдержать наши автомобили, которые поедут по ней. Сейчас по-быстрому построим. Так, вот. Миссию я выбрал сложную. Здесь не так все просто, как на первый взгляд. Вот я понял, здесь вы не сможете построить бетонные конструкции. Давайте построим тогда вот таким образом. Надо вот видеть эти белые точки, которые находятся на мосту, который мы построили уже немножко. Вот я долго думал, почему у меня мой мост рушится. Оказалось, вот эти белые точки, это такие вот элементы сцепления. Если вы не будете строить вот эти вот самые такие вот треугольнички, которые находятся на мосту, не в тех точках, где вот находятся элементы сцепления вот этих белого цвета, то ваш мост быстро развалится. Поэтому вы должны умело запомнить то, что вы должны соединять именно вот эти вот белые точки между собой. Тогда ваш мост будет более-менее прочный. Вот я построил мост, но, скорее всего, он развалится. Давайте вот попробуем еще вот такую штучку построить снизу, чтобы она нам не мешала. Точнее, наоборот, чтобы она нам пригодилась. Вот музыка такая спокойная, немножко может вас напрягать, если у вас что-то не будет получаться. Вот мы вот так поставили, и еще раз давайте вот так вот поставим. И проверим, сможет ли наш мост выдержать нагрузку грузового автомобиля. Вот так вот сразу ва-банк пойдем. Построили наш мост, как вы видите, за 1,5 тысяч. Достаточно эффективно. Давай, давай, мост, держись. Вот да, наш мост спокойно выдержал эту всю нагрузку. И грузовые автомобили спокойно проехали через этот мост. Они вот вам сейчас побибикали. Говорят, спасибо, геймплэн, за то, что показал нам 112 выпуск. Ставьте палец вверх, все ребята его посмотревшие. И подписывайтесь на их канал. Вот так вот. Всем спасибо, всем пока.